Банк не знает точно, там, я не знаю, с кем вы спите. Давай так, какой самый крутой в мире банк, кроме монобанка и привата? Извини, что не оставил выбора. Мы попросили снять ушанку. Без ушей непонятно. Ну, дал бы ему денег. Дал бы. Ну, ты же понял, кто это, да? Нет. Он достаточно противный тип, он антисемит. Мне это страшно не нравится. Ну, это менее сексуальная тема, конечно, будет. Ты красил когда-то волосы в какой-то странный цвет? Нет, не красил. Никогда не было, да, такого? Нет. Так, хорошо. 1-0 в пользу Тинькова. В 33 года, в 2000 году, у него был миллион долларов. Насколько ты здесь близок к Тинькову? Ну, это обидно было. Да, да, чуть-чуть, да, вся Тиньковщина пошла. Это меня тестируют на полиграфе. Детектор ЛЖ. И на каком вопросе ты завалился? Долгожданное интервью с Дмитрием Дубилетом. Человеком, который возглавлял IT-департамент приватбанка до его национализации. Затем вместе с партнерами запустил Монобанк, первый в стране банк в смартфоне. А сейчас готовит подобный проект в Лондоне. И если вы подумали, что вас ждет какое-то скучное интервью с каким-то там банкиром, то нифига подобного у нас получилась такая драйвовая экскурсия по современной культуре, банковским трендам и технологиям будущего. Обязательно подписывайтесь на канал, досмотрите до конца, там вас ждет что-то очень милое. И давайте перенесемся в аэропорт Борисполь, где мы встретили нашего героя. Я читал твой поиск, где ты писал, что ты очень не любишь летать, но крайне часто приходится это делать. К сожалению, да. Я тоже сам не люблю и боюсь летать. Не летал уже 10 лет. Ничего себе, да? Да. И вот планирую с женой ребенком отправиться в отпуск куда-нибудь в теплые страны. Что порекомендуешь? Твои личные лайфхаки, как летать. Ну, все очень просто. Нужно просто сильно концентрироваться на том, чтобы не упал самолет. Я читал, с силой своего ужаса держать самолет в воздухе. Нужно вжаться руками в ручки, сконцентрироваться, собраться, внутренности сжать, чтобы живот не было так мислым. И нормально, меня ни разу не подводило. Каждый раз садился нормально. Я пытался что? Я пытался пить, но потом это сразу же выветривается. Вот сразу, да? Пробовал, наверное? Нет, не пробовал. Не пьешь? Пью, ну, как бы совсем немного. И как терапию от аэрофобии не воспринимаю. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то конкретные пристрастия в алкоголе. Ну, наверное, водка, да, редко достаточно. Оказывается, внутри меня. Ужас от полета на самолете, он хоть как-то сравним с паникой клиентов в банке? Смотря в ком банке? В крупном банке, где происходят какие-то там панические процессы у вкладчиков, например. То есть я, как бы, отработал в свое время в приватбанке на руководящей должности. И, конечно, особенно когда началась война, мы пережили там, не знаю, 10, 15, 20 волн паник вкладчиков. Это было неприятно. Каждый раз ты сидишь и не понимаешь, что делать, потому что любое твое действие только приводит к дополнительной панике стресс вкладчиков. То есть нужно сидеть, молчать, терпеть, подвозить кэш в отделение для того, чтобы вкладчики видели, что все работает на часы. Ну, вот я даже сейчас говорю, у меня аж мурашки по телу. Не люблю это время вспоминать. Но это хуже, чем летать на самолетах. Это хуже, чем летать на самолете. Ты писал у себя в Фейсбуке, что операторы Монобанка помогают клиентам решать тесты по английскому языку. Курьеры, которые приносят карточку Монобанка, помогают пеленать малолетних детей. Не то, чтобы у нас это в правило было возведено. Из твоего вопроса можно подумать, что это наша должностная инструкция. Помогать клиентам пеленать детей. У них так много свободного времени? Во-первых, мы действительно пытаемся держать штат сотрудников настолько, чтобы не было вот этого желания поскорее избавиться от клиента и перейти к следующему. Поэтому, наверное, у них чуть больше времени по сравнению с другими банками для того, чтобы действительно отдаваться обслуживанию клиента. Но здесь, наверное, в первую очередь вопрос не времени, а того, что они действительно настроены и заряжены на то, чтобы помогать клиентам всеми силами. Мы, ну, блин, сейчас будет просто очень пафосно, я не знаю, возможно, даже вырежете, но мы искренне любим наших клиентов. Мы искренне получаем кайф от того, что мы обслуживаем круто наших клиентов. Это то, что реально заряжает и заставляет проспаться по утрам. А прибыль – это уже вторично. Ну, то есть я не буду кривить, конечно, это все делается ради прибыли, но на самом деле мы гораздо больше обсуждаем НПС, а не текущую прибыль. Все, уголок пафоса закончился, да? Да. Теперь практичные вещи. Забыл сказать, одним из условий записи этого интервью было то, что мы упомянем YouTube-канал Дмитрия Дубилета. Я, собственно, увидел, какой крутой канал French TV, подумал, что почему бы на его площадке не рассказать о моем канале. Мы начали снимать что-то вроде реалити-шоу о том, как мы запускаем в Британии новый банк. Заходите, подписывайтесь. А ты это делаешь сейчас сам? Я вижу, что ты и сам снимаешь, сам монтируешь. Да, пока что сам. Получается, один ролик длится 3-4 минуты. И на его производство уходит, наверное, в общей сложности часа 3, а то и 4. Но, конечно, я жду не дождусь, когда можно будет на кого-то делегировать. А ты не смотришь кейси не этого? Я не регулярно его смотрю, но смотрю иногда. Ну, это и заметно. Да? Что у тебя монтаж очень похож на то, что делает он. Ну, конечно, с его опытом он делает это чуть лучше. Чуть-чуть. Да, ненамного. И просматривали чуть-чуть. Чуть-чуть больше подписчиков 9 миллионов. Но подход чувствуется. Это, кстати, очень хороший пример для подражания, потому что Кейси, он не просто влогер, ютубер, он режиссер. Я точно знаю, что ты смотришь и, возможно, даже любишь «Футураму». Нерегулярно, кстати. Нерегулярно. Ну, знаешь, это, конечно, мультсериал. Там в одной из серий Фрай вспоминает, что в 1999 году, это как раз когда он отправился в будущее, у него в банке было на счету 93 цента. И вот спустя тысячу лет они выросли до 4 миллиардов 300 миллионов долларов. Ты вообще допускаешь, что банки могут существовать тысячу лет? Тот, который мы создаем, конечно, будет существовать тысячу лет. Все остальные не уверены. Монобанк уверен. И если вам вдруг показалось, что это звучит слишком самонадеянно, я вас не вину. А здесь важна именно технологическая часть или именно банковская часть? Почему монобанк будет существовать столько? Благодаря технологии или благодаря тому, что он просто банк? Ну, просто необходимость. Ну, явно не благодаря ютуб-каналу Дмитрия Тубилета. Ну, вот это обидно было. Он, нет, на самом деле, наверное, в первую очередь все-таки в банке важны люди. Я скажу с того, что у нас есть шанс жить тысячу лет, если мы будем управлять... А в виде этой головы в банке, да? Ну, почему? Не обязательно. Вообще наступит сингулярность. Мы просто будем жить в каком-то другом виде, нематериальном. В матрицу ты веришь, да? Ну, в матрице сингулярность есть разные названия у этого явления. Ну, я считаю, что у нас есть шансы все на бессмертие. А если есть шансы у нас на бессмертие, то у наших бизнесов тоже есть шансы на бессмертие. Это все, конечно, очень интересно. И мы вернемся к Дмитрию через пару секунд. Хотел вам просто напомнить, что наша команда делает не только классный канал Франш ТВ, на который стоит подписаться, но и занимается уже более 15 лет упаковкой франшиз. Поэтому, если у вас есть бизнес, который вы давно хотели упаковать во франшизу, срочно качайте наш медиакит, вот здесь будет подсказка, ссылка в описании. И я вас с удовольствием проконсультирую по франшизингу. Давай так, какой самый крутой в мире банк, кроме монобанка и привата? Извини, что не оставил выбора. Очень крутой банк Революция. Это британский банк. Он, кстати, создан двумя выходцами из России, бывшими инвестбанкирами. Недавно, да, видимо? Он создан пару лет назад. Сейчас у него уже более полутора миллионов клиентов. Мы во многом равняемся на него. Очень крутой банк. Он относится к так называемым челленджам бэнкс. Он без отделений, мобайл-онли. Считается, что люди меняют банки очень неохотно. Особенно на Западе. Но, тем не менее, я считаю, что потенциал для новых банков, таких как Революция, Монза или такой как банк, который мы планируем запускать в сентябре, он, конечно же, есть. Пока еще без названия? Пока без названия. Мы не можем этого избежать. Сравнение тебя или твоей команды с проектом Тинькофф. Есть, понятно, отличия, но то, что вас объединяет, это интернет-банк. Я бы даже сказал, что это разъединяет, потому что у Тинькоффа модель действительно интернет-банк без отделений. У нас модель мобайл-онли, только смартфон. То есть Тинькофф выдает свои карты, выдает кредиты тем, у кого нет смартфона. Мы этого не делаем. Это достаточно принципиальное различие в бизнес-модели. Вы зарабатываете на одинаковых вещах? Плюс-минус, да. Все равно одинаковые это кредиты, да? Я правильно понимаю. Да, конечно. Тинькофф просто начал лет на 5-6 раньше, поэтому он уже и на страховании зарабатывает, и на предпринимателях, и в какие-то смежные сервисы пошел. Мы пока что действительно у нас монопродукт. Но вы как-то обращаете внимание на то, что делает команда Тинькофф? Безусловно. Мы обращаем внимание на то, что делают команды как на Запад, так и на Восток. Больше мы изучаем западные проекты, потому что этих проектов просто больше. Но Тинькофф, конечно, мы тоже изучаем, потому что и законодательно, и ментально все-таки Россия ближе к Украине, чем Европа. Поэтому тот опыт, который они там имеют в банковской индустрии, он для нас очень релевант. Их знают на Западе? Вот когда вы с партнерами общаетесь, вы говорите что-то, мы что-то типа украинского Тинькоффа? Нет, так мы не говорим. Если мы говорим через налоги, то мы говорим через Монзу и Революту обычно. Но это лично мое мнение, когда я рылся в тарифах, в тарифной сетке Тинькоффа, у него достаточно много того, что мы называем внутри команды «плохая прибыль». То есть он берет комиссии в каких-то неожиданных для клиентов местах, которые мы обычно пытаемся делать бесплатными, или, по крайней мере, очень четко обозначать, что это стоит денег. К футурамеру вернемся. Как ты думаешь, там он использовал пин-код для доступа к счету. Пин-код вообще тысячу лет вообще будет существовать, как думаешь? Как способ идентификации себя? Есть какие-то вещи, о которых постоянно говорят, что они вот-вот умрут, но они как-то не умирают. Например, все время говорят о том, что пластиковая карта вот-вот умрет. А вот эти браслеты, кольца, мини-карты, даже оплата с телефона, она, мягко говоря, не всегда так удобна, как хотелось бы. Поэтому вполне может быть, что вот этот форм-фактор пластиковой карты еще надолго с нами останется. Но ты веришь в идентификацию человеческим телом? То, что сейчас делает... Слушай, не религия, чтобы в нее верить. Как бы такое явление есть. Но, опять же, очень много стартапов, много было прогнозов по поводу того, что биометрика там где-то завоевывает мир. Но пока что не похоже. Пока что это как-то слишком дорого, слишком как-то не так удобно, не так быстро, как хотелось бы и так далее. То есть, по крайней мере, как план B, или даже как план A, всегда оно будет. Потому что в айфоне есть как бы Face ID, есть Touch ID, но все равно как бы пин-кодами пользуются. У тебя десятый? Восьмой. Восьмой. А почему десятый? Не доверяешь биохакерам? Нет, я наблюдал за людьми, которые пользуются десяткой, и пришел к поводу, что в моем персональном случае восьмерка будет... Неприятные люди, да? Крайние. Люди, ну как неприятные, очень даже приятные, моя жена, например. Ну вот это понтуется. А, понял. Олег Тиньков, богатый предприниматель, и тебе сейчас 33 года, да? Да. Вот здесь есть такой график, его богатство в зависимости от его возраста, и очевидно, он растет. В 33 года, в 2000 году, у него был миллион долларов. Насколько ты здесь близок к Тинькову? Я ниже, чем эта сумма. Я исхожу из того, что мое богатство еще впереди, потому что вся история, связанная с монобанком, это все-таки больше про будущее, чем про текущие доходы. То есть он тебя, в принципе, пока делает, да? Он меня, конечно же, делает. Хорошо. Ну то есть деньги являются целью? Есть такая цель, там, не знаю, к 40 получить миллиард? Нет. В состоянии? Нет, такими мерками я не мыслю. То есть у меня есть понимание, что деньги являются определенным мерилом успеха. Конечно же, прибыль – это один из ключевых KPI тех проектов, которые я веду. Но, безусловно, деньги являются, наверное, не самоцелью точно. А в монобанке? Какой план у вас есть в 2018 году, например? Какой оборот? Я просто не уверен, можно ли делиться этими цифрами, потому что это же не только мой проект, мы же в партнерстве его делаем. Поэтому я не понимаю, что можно там говорить, что нет. Ну, на самом деле, как бы все наши текущие показатели – это публичная информация. То есть я могу там говорить и про портфель, и про сальдо, и про количество клиентов и так далее. А вот что там про будущее? Но это как-то несовременно. Потому что есть, например, такие компании, кстати, вот Дода Пицца Российская, в которые можно зайти в Google Docs и в режиме реального времени, и на сайте, например, у них счетчик оборота в сети. Можно все это посмотреть. Может быть, без каких-то там прям глубинных показателей, но выручка совершенно точно видна. И мне кажется, это очень крутой тренд. Ну, я согласен. Не, на самом деле, я могу сказать. Сейчас у нас сальдо около 750 миллионов гривен, 140 тысяч клиентов. Я рассчитываю, что до конца этого года у нас будет под 300 тысяч клиентов сальдо около 2-3 миллиардов гривен. У банков же не выручка, у банков сальдо. А возвращаясь к людям в банке, чат-бот, который отвечает, и человек в банке. Моя жена столкнулась с несколько плохим настроением менеджера, который ей по телефону рассказывал о проблемах, которые будут, потому что вы не успели там что-то сделать. Ну, не хочу сказать хамство, но некоторый элемент у человека не исполняется. Такова никак не есть. Короче, обматерили в монобанке твою жену. Не, не в монобанке. В монобанке. Мы говорим про монобанку. Ничего себе. Как такое может быть? Буду благодарен, если дадите контакт. На самом деле, наверное, есть единственный случай, в котором сотрудники могут общаться чуть-чуть менее там любезно с клиентами. Это коллекшн. Когда клиенты перестают платить по долгам. То есть, они создают как бы определенное давление для того, чтобы человек проникся тем, что важно, не портить свою историю и так далее. Но я не думаю, что это случай вашей жены, поэтому я прошу за это прощение. Буду благодарен, если дадите детали, чтобы я изучил подробно. Послушал разговор? Да, конечно. Мы на самом деле очень много инвестируем в то, чтобы наши сотрудники были самые крутые, самые любезные. Это же единственная точка контакта. 100%. 100%. Поэтому мы приняли осознанное решение отказаться от любых чат-ботов. В отличие от некоторых других банков, если ты обращаешься к нам в чат, то тебе сразу отвечает живой человек. Мы инвестируем огромное количество денег для того, чтобы было достаточное количество людей, чтобы среднее время ожидания не превышало 20 секунд. Сколько сейчас работает? Сейчас в колл-центре работает около 70 человек. 80% обращаются в чаты, 20% по телефону. Среди чатов распределение 40-40-20, Telegram, Viber, Facebook. Опять же, мы для того, чтобы клиентам было удобнее, мы решили не встраивать чат в приложение, а решили общаться в тех мессенджерах, в которых клиентам удобнее. А к самому Тинькову как человеку как ты относишься? Плохо. Почему? Он достаточно противный тип. Он антисемит. Мне это страшно не нравится. Ну и интересно вообще, как бы вообще в России это глобальное такое явление. У всех вот этих успешных людей, которые с одной стороны живут на Западе, а с другой стороны аккуратно подбирая слова, все-таки признаются в любви к Путину. И они каким-то образом реально искренне нашли вот этот покой у себя внутри по этому поводу. Ну, меня это немножко, конечно, режет глаз. Ну, наш канал не о политике, правда? Да, наш канал не о политике. Мы о не о политике говорим. Мы говорим о каких-то лишних факторах. Давай просто, глядя на фотографии, спросим, что у тебя общего с этим человеком. Ты красил когда-то волосы в какой-то странный цвет? Нет, не красил. Никогда не было, да, такого? Нет. Так, хорошо. 1-0 в пользу Тинькова. Или в мою, как посмотреть. На велике ездишь? Да, в Лондоне. Там это как основной вид транспорта у тебя, да? Один из основных. В Лондоне крутая инфраструктура, там очень много базовых станций. Можно за 2 фунта взять на час велосипед и добраться из точки А в точку Б. Например, одной станции метров в другой. Например, в Лондоне там есть один спортзал, в которых я регулярно хожу, и я туда на велосипеде езжу. Ты YouTube смотришь в целом, как источник получения какой-то информации? Иногда, за обедом. На кого подписан? Кроме Фанч ТВ. Тед. Канал Навального люблю. Просто интересно, как явление. То есть это в основном общественно-политические? Интересные политические, исторические, да, что в этом духе. Смотришь Дудя? Да, некоторые передачи смотрю. Синьков он видел его интервью? Да, смотрел. Но он же там вот здесь антисемитские высказывания делал, которые меня удивили. Как нужно вообще жить в 21 веке, быть успешным бизнесменом, быть антисемитом? Вот как это на голову не налазит? Нам с тобой этого не понять. Монобанк это вообще по молодую аудиторию или по любую аудиторию? Пока что это про молодую аудиторию в основном. Я дурак 20-40 лет. Очень большой перекос в сторону людей, творческих профессий, айтишников и так далее. То есть сейчас, конечно, эта аудитория постепенно размывается, но пока что я дуракое. У нас до сих пор 80% трафика, это по рекомендациям люди рекомендуют нас друг другу, а не из платных ресурсов. То есть 80% трафика это люди, которые просто скачивают приложения не по ссылкам реферальным, не по агентским, не по гуглу, а вот просто потому, что увидели у кого-то такое же приложение. Это невероятный показатель, мы до сих пор не можем в него поверить. Самая раскрученная вещь – это в самом мобильном приложении Shake2Pay, когда нужно просто потрясти телефоном и в одной комнате, если ты находишься с человеком, который хочешь перевести, у него сразу же появляется сообщение. Кому вообще пришла в голову эта идея? Она пришла в голову мне. Случайно, когда мы изучали WeChat. Это китайский мессенджер. Там есть такое явление, как тряска. Я уже не помню, что она делает. Могу контактами обмениваться. И подумалось вдруг, что можно таким образом деньги переводить. У нас в приватбанке была технология. Мы за неделю до национализации планировали запустить продукт. Не успели, к сожалению, когда можно было лицом оплатить. Подходишь к ресторану, и тебя автоматически распознает, и считываются деньги автоматически. Работала в нашей столовой в тестовом режиме. Когда ты подаешь документы в монобанк, тебе кто-то определяет твой кредитный элемент. Высший разум. Высший разум, да. Он может равняться нулю, а может равняться какой-то сумме, в которую ты можешь заходить. Кто это определяет, что это за высший разум? Как зовут этого молодого человека? И не используются ли для этого какие-то автоматические технологии? Конечно, определяются это не людьми, это определяется алгоритмом определенным. Это фактически искусственный интеллект, который мы создали, который определяет вероятность того, с какой кредитной нагрузкой справится тот или иной заемщик. Он как бы учитывает тысячи-тысячи различных факторов. Тысячи-то какие? Человек подает о себе не так много сведений же, вроде бы. Паспорт, возраст, отвечает на определенные вопросы. Да я не знаю, даже какая модель телефона, в какое время суток, какое разрешение экрана. Я сейчас фантазирую. Это, кстати, вполне реалистично. Конечно. Потому что если у человека LG 2008 года выпуска, то очевидно, что ему лучше кредит не давать. Да? Не, ну, там не все так линейно, конечно, работает. И на самом деле информация о том, какая у него официальная зарплата, все равно имеет гораздо большее значение, чем какие-то второстепенные факторы. Не мог бы ты загрузить себе в голову подобное программное обеспечение и просто, смотря на фотографии, определить, насколько бы ты доверял такому клиенту. Я уже знаю, что ты знаешь этого человека. У него модная стрижка. Предиктор того, что, наверное, у него есть средства, поэтому можно было бы больше дать. Плюс-то студийная фотография, судя по всему, хороший свет. Человек может себе это позволить. Ну, похоже на то, что можно ему дать деньги. Супер. Вот эти вот вещи. Хорошо, двигаемся дальше. Так, его я не знаю, к сожалению, к своему стыду. Я чувствую, что он, наверное, известный. Нет, мы сейчас оцениваем неизвестность человека, как и в предыдущем случае. Я понимаю, это я понял. Ты оценивал внешний вид. Да, это я понял. Но он похож на представителя творческой профессии, который имеет то же средство. Ему тоже можно было бы дать кредит, и по всему. Но красотаж в том, что не люди определяют, кому давать кредит, кому нет. Определяет машина. То есть машине скармливаются, я не знаю, миллионы изображений различных заемщиков, и она на основании этого может построить модель, кому давать кредит, кому нет. Это PewDiePie, один из известных, самых популярных YouTube-блогеров. У него доход около 17 миллионов в год, что-то такое. Роллоров. Вот этот чувак. Что думаешь по нему? Ну, по таким фотографиям тяжело принимать решение, потому что мы больше руководствуемся живыми фотографиями, а не фотографиями из документов. Ну, это я, 16 лет. Да? Да. Тебе бы мы, конечно, дали кредит. Потому что у меня пиджак? Потому что крутой канал. А, отлично. То есть вы спрашиваете, где работаете? Конечно, да. Если YouTube, то сразу, да? Нет, одна из графов. Если у вас YouTube-канал, если да, укажите ссылку. Это очень важный предиктор. Плюс один крутости, да? Возможно, даже плюс два. Хорошо. Ну и последняя фотка. Человек в ушанке. Мы попросили снять ушанку. Без ушей непонятно. Ну, дал бы ему денег? Дал бы. Я просто чувствую, куда дует ветер. Это кто-то из присутствующих или кто-то знакомый. Поэтому тут нужно быть аккуратным. Ну, ты же понял, кто это, да? Нет. Это Владимир Путин. Серьезно? Да. Не дал бы. Спасибо большое. Дим, ты противник бумаги, печатной продукции, да? Я не то, чтобы противник именно бумаги, но бизнес-процессы, в которых задействована бумага, обычно менее эффективные. Слушай, назови мне хотя бы одну причину, почему нюхать телефон с книгой в него закачанной приятнее, чем свежую типографскую краску. Ну, как раз нюхать типографскую краску, наверное, даже приятнее, чем телефон. Да. Но когда ты читаешь книги, все-таки в первую очередь не о запахе, а об удобстве. Я могу сходу перечислить, не знаю, 5 или 10 причин, почему на телефоне удобнее читать книги, чем на бумаге. Но они все очевидные. То есть там можно закладки ставить, писать. Конечно. Можно поиск делать, можно с собой взять сразу 10 книг. Плюс у нас в компании есть традиция. Мы регулярно там раз в несколько месяцев все вместе одновременно читаем какую-то книгу, а потом все вместе обсуждаем или даже пишем эссе. Это у нас привычка была в приватбанке, и в нашей компании сейчас она тоже есть. А большая часть команды перешла? Всего у нас работает около 150 человек. Из них большинство это с приватбанцами. С приватом, да? Самые сумасшедшие банковские технологии в мире. Я уверен, что это у японцев есть. Нет, я бы сказал, что больше у китайцев. Важно. Извините, пожалуйста. Вот это было обидно. Вот так мы немножко прикоснулись к Тинькоу. Да, да, чуть-чуть, да. Тинькоовщина пошла. Ребята, извините, вы все разные. Что у них? В Китае очень круто все летит на самом деле. Именно китайские банки считаются, что они такие достаточно отсталые, но в Китае очень круто развивается финтек. Все вот эти крупные компании вроде Alibaba, Танцент и так далее, они очень много инвестировали в финтек. В Китае достаточно дружелюбное законодательство по отношению к финтеку. В Китае очень много баз и данных, которые дают большие большие возможности для того, чтобы работать с большими данными, с искусственным интеллектом и так далее. На основании этого делают тот же скоринг кредитный. Финтек – это одна из многих отраслей, в которых Китай очень сильно приближается к США, а то и начинает опережать. Ты писал, опять же, где-то, по-моему, в Фейсбуке, что больше, чем банки, клиент так знает только Google. Что вообще банки знают о нас, помимо очевидных вещей? Я имел в виду, что когда клиент пользуется банковской карточкой, конечно же, он таким образом достаточно много информации о себе рассказывает. Может быть, есть какие-то вещи, которые, знаешь, неочевидны или то, о чем не знает обыватель, но банки это знают? Например, какие-то поведенческие факты? Я не могу сказать, что банки знают какую-то конкретную информацию лучше, чем кто-либо другой. Но есть такое явление, как большие данные, на которые можно насаживать машины обучения, искусственный интеллект и так далее. Если бы у банка была цель прогнозировать голоса за Трампа, наверное, он бы тоже это мог сделать на основании тех данных, которые он видит на основании выписки, на основании того, куда вы ездите, где вы тратите деньги, кому вы переводите деньги и так далее. Поэтому, конечно же, у банков есть много информации, которую они могут использовать для прогнозных моделей. У тебя много знакомых хакеров? Не много, но есть. Вы как-то используете их в своей работе сейчас именно в баннобанке? У нас есть крутые специалисты по безопасности, которые помогают нам в безопасности, собственно. То есть мы никого не взламываем. Ну, себя взламываем. Нет, пару раз бы взламывали эти фишинговые сайты. Вы? Да. Зачем? Ну, или не мы. Я не знаю, можно ли говорить на камеру. Какие-то люди, а мы об этом знаем. По случайному истечению. Не, но фишинг понятно. То есть вы взламывали преступников, чтобы они перестали свою деятельность осуществлять. Да, все верно. Это, я так понимаю, еще во время... Во времена была... Если фишеры смотрят это видео, я вас призываю с монобанком не связываться. Потому что мы взламываем, и есть много инструментов для того, чтобы вас арестовать. Поэтому ходите в другие банки, а лучше вообще заметь течение быть другим. Давай вернемся к соцсетям. У тебя недавно, ну, относительно недавно, изменилась аватарка. Ты был очень долгие годы в пиджаке. Да. В галстуке. Сейчас ты в свитере там. И как мы видим, по прекрасному изображению солнца, ты поддерживаешь какой-то casual стиль. Это, наконец-то, был такой момент, вздохнул с облегчением, и можно носить чего угодно. И не планируешь больше возвращаться к тонким галстукам. Тонкие галстуки достаточно быстро перерос, я их практически не носил. На самом деле, casual одежда это гораздо сложнее, чем костюмы. Костюмы, я не знаю, там, 4 костюма, 10 галстуков, белые и синие рубашки, и все, и дело. Комбинируй себе и вообще не думай об этом. А тут реально по утрам ты стоишь и думаешь, как бы, что выбрать. Там, на погоду делаешь скидку, еще на что-то и так далее. Действительно, после того, как я перестал работать в привате, потребность ходить в костюме отпала. Но с точки зрения того, что легкости принятия решения, как раз костюмы, это было гораздо легче. Окей, но все равно ты сферу глобально не изменил. Ты продолжил работать в банковской индустрии. Как это воспринимается партнерами? Мы себя в первую очередь называем IT-компанией. Мы же айтишники, а в первую очередь, а не банкиры. Я себя называю айтишником, а не банкиром. Ну, именно в привате у нас было принято все-таки ходить с костюмом. Ну, когда появилась возможность с ней ходить в костюме, действительно, все этим воспользовались. Ну, порекомендуй нам тогда какие-нибудь сериалы клевые. Проблема у меня с этим. Как-то, особенно в этом году, я сильно выпал из киноиндустрии, да и книг даже, если честно, начал меня сочетать. С главной работой банк? Да, сейчас получается как-то, что все время уходит на банк. Хорошо, но из тех сериалов, которые ты смотрел в позапрошлом году? Сейчас вспомню, сейчас вспомню. А, молодой папа. Супер сериал. Я, ну, наверное, не всем зайдет, на самом деле, но мне безумно понравился. Понял, что последний год был загружен работой, но до этого ты часто играл в компьютерные игры? Нет, к сожалению, с компьютерными играми у меня как-то не сложилось. Последние три игры, в которые я играл, это был Doom, это был StarCraft. Так, понятно. Не, WarCraft. Ну, короче, совсем олдскульные вещи. Игры закончились в 98-м. Да-да-да-да-да. В школе. Для тебя это что, прям бесполезный таймкиллер, да? Нет, я... Не дай бог, может кому-то показать, что я осуждаю, если я скажу таймкиллер. Ну, просто так получается, что я не успеваю. Но есть много людей, которых я очень уважаю, которые играют в игры. Абсолютно нормально, почему нет? Я скачал некоторые фотографии из твоего фейсбука, я не буду ничего спрашивать, ты просто их прокомментируешь. Я бы кредит ему дал. Нет, 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 вопрос другой уже. Да, это фотография из MBA. Я в Лондоне учился два года в MBA школе. Это автарка, которую я сделал, когда пришел на курс. Вот это что здесь происходит? Это вот я под шлемом вот слева. Шучу. Вот здесь особенно casual стиль чувствуется. Да-да-да. Желтые трусы, да. Это была фотография, иллюстрация, история, которую я пересказывал о выборах в Папуа-Новой Гвинеи. То есть люди идут на выборы здесь, да? С луками? Да, да, статья была примерно об этом. Ничем хорошим там не закончилось. Вот эта вот история, которая, видимо, в первую очередь из маркетинга вышла, да? Или откуда? Расскажи просто историю этой фотографии. Я, когда присоединился к банку, я присоединился на роль не IT, а на роль маркетинг-директора. Это твоя идея, да? Это была, я уже не помню, это какой-то был у нас мозгошторм. То есть мы говорили о том, что у нас огромное количество инкассаторских машин ездит по Украине, давайте их как-нибудь интересно украсим. Какая задача была? Задача просто фан, просто... Не безопасность инкассаторов. Мы потом уже задним числом к этому сказали, а еще это может теоретически повысить безопасность. Но это же неправда, да? Что неправда? То, что здесь показано. Ну там не сидят вот эти крутые чуваки. Нет, получается мы наклеили вот эти наклейки на все машины. Я понимаю, что это наклейки. Я имею в виду, там внутри не сидят эти три мужика же. Нет, внутри просто куча денег. Нет, как бы сидят, могут сидеть люди и внутри, но в основном они сидят на переднем сиденье. Да. Но, конечно, началась война, мы тут же все эти наклейки отодрали. Потому что это уже пристало... Какие были самые безумные отзывы? В основном позитивные. Ну, всегда есть люди, которые воспринимаются слишком серьезно, которые там начали возмущаться, но в основном это было позитив. Пробовали запрыгивать на ходу в дверь? Нет. Сделано круто. Спасибо. Это мои прабабушка и прадедушка. У меня был пост, посвященный им. Там была очень интересная история о том, как мой прадед возвращался из лагерей. Он купил лишнюю буханку хлеба, его в сталинские лагеря посадили. И уже началась Вторая мировая война, и он через линию фронта возвращался в село и вернулся к своей семье. Чем вы не занимались? Ну, в селе жили, чем? Натуральным хозяйством занимались. Банкирами не были? Банкирами не были. Конечно, криптовалюта – это какое-то безумие последнего года происходит. Я не чувствую, что вокруг этого создастся что-то серьезное, но вокруг этого, конечно, многие бренды появились и подняли инвестиции. И тот же революция, кстати, из полутора миллионов клиентов, наверное, добрую половину получил за счет того, что он дал возможность легко конвертировать фиат-валюты в криптовалюту и обратно. Но это же хайп, почему вы не используете? Это хайп. Мы не используем, потому что… Репутационные какие-то вещи? Нет, нет. Потому что мы понимаем, что если правильно делать более традиционный банкинг, то тоже все будет нормально. А хайп у него же… Особенность в том, что он может быстро пройти, пока мы начнем что-то делать. Ну и потом, мы же зарабатываем несколько на другом. У нас бизнес вокруг кредитования в основном, а не вокруг, я не знаю, обмена валют. Блокчейн вообще не чувствую, как в банковских технологиях может сыграть. Это очень крутая технология, но и многие банки зачем-то в нее инвестируют. Но, как по мне, никто практического применения толком и не нашел. По крайней мере, в финтеке. Конечно же, чем дальше, тем больше будут платежи, которые будут на технологии блокчейн, которые будут не зависеть от банков, от регуляторов, которые могут быть анонимны и так далее. Другое дело, что регуляторы на это плохо смотрят. И теоретически у того же ФРС в США есть достаточное количество инструментов давления даже на того же Дурова. Для того, чтобы сказать, вы знаете, это все круто, конечно, но мы переживаем, что через ваши токены будут спонсировать терроризм. Поэтому будьте любезны, заставляйте ваших клиентов отчитываться, регистрироваться и так далее. И вполне может быть, что Дуров пойдет, будет вынужден пойти навстречу. Хотя, может, и не пойдет. Потому что все вот эти криптобиржи, которые запустились год-два-три назад, они же в итоге все, чем дальше, тем больше становятся все более регулируемыми, становятся все более регулируемыми, требуют все больше источники происхождения средств. У регуляторов еще достаточно много рычагов влияния на все это. Мессенджеры являются конкурентами у банков? Безусловно. И, собственно, тот проект, который планирует Дуров, он показывает одно из возможных направлений, в котором банки получат конкуренцию. В своем видеоблоге, ссылочку наставим в описании, говорил, что в Англии банкинг слишком традиционен. И очень многие вещи, которые есть у нас, доступны украинцам и россиянам, недоступны обычному жителю Лондона. Это правда. Какие технологии недоступны олигарху, укрывающимся в Лондоне? Банально перевести деньги водителю. Водителю? Мы же говорим про олигарха, который укрывается в Лондоне. На лифигане у него там есть водитель. Зарплата. Понял. Ну почему зарплата? За покупками это правильно. Понял. То есть P2P-переводы у нас это абсолютно в порядке вещей. Например, я на днях поймал такси на улице, потому что Uber не был доступен. И спросил водителя, можно ли ему скинуть на карточку. Он говорит, да, конечно. Это то, что приставить в Лондоне абсолютно невозможно. И говоря еще про тренды в банковском мире, но это менее сексуальная тема, конечно, будет. Это финансовый мониторинг. Чем дальше, тем больше финансовый мониторинг летует, тем сложнее становится делать какие-то платежи, тем больше справок о доходах, справок об источнике происхождения и так далее требуют западные банки. Ну это получается минус для клиента. А что из хорошего ждет клиентов банков в прекрасном будущем? В прекрасном будущем. Наверное, их ждет то, что банки как таковые, возможно, в нынешнем виде не будут особо существовать. Наверное, наличка все-таки в какой-то момент исчезнет. Все перейдет онлайн или смартфон. Банки сольются с технологическими компаниями. То есть где будет банк, где будет Google, уже будет не очень понятно. Тот же Apple, я не знаю, или тот же Amazon может взять фактически на себя функцию банка. Это фотография из ресторана, который делала моя жена. Моя жена является дизайнером интерьера, у нее своя крутая компания, дизайн-бюро, и это один из проектов. А здесь что происходит? Это меня тестируют на полиграфе. У нас в приватбанке была правильная традиция. Все сотрудники с определенной регулярностью проходили тестирование на полиграфе, на детекторе лжи. И на каком вопросе ты завалился? Ни на каком. Потому что ты имел доступ к базе данных, да? Конечно, это же так работает. Ну что спрашивают на полиграфе? Ну это просто интересно. Про откаты в первую очередь, конечно же. Потому что особенно если ты работаешь в IT или в маркетинге, это всегда очень много мест, где можно получить теоретический откат. Вообще IT это невероятно коррупционная отрасль. Люди, которые отвечают за IT-закупки, в нашей стране в основном своем это коррупционеры. Я, например, недавно общался с одним дистрибьютором крупным. Он мне говорил, Дмитрий, вы просто не понимаете, как приятно с вашим банком было работать, потому что вы тупо единственная организация, которой не приходится откаты давать. И действительно, ну к сожалению, мы в такой стране живем. У тебя есть код. У меня есть код. У тебя есть код, и очевидно, что тебе нужен такой рюкзак. Зачем? Ты с ним путешествуешь? На самом деле этот рюкзак больше носит моя жена. У нас ее офис находится в пешей доступности от нашей квартиры. И она всегда, когда ходит на работу, она берет с собой кота в этом рюкзаке. Все очень просто. То есть это он участвует в процессе создания дизайнов, да? В том числе он. А собаку почему не носите? Что это такое? Что это за... Собака может сама... Звериность. Нет, почему? Собака сама идет, нормально. У меня есть свои ключи, если она сама ходит. Давай конкурс. Смотри, мы не нашли чисто желтый. К сожалению, их разбирают, учитывая популярность твоего... И нет внутри кота. Популярность твоего поста в фейсбуке есть с миньонами. Не знаю, там видно. Круто. Мы этот рюкзак хотим разыграть. И мы еще тебя попросим подписать его. Итак, что нужно сделать, чтобы выиграть этот замечательный рюкзак с личной подписью Дмитрия Дубилета? Уникальный в своем роде. Такого больше нет. И получит его, соответственно, только один наш зритель. Не обязательно с котиком. Вы можете использовать его как угодно. Хоть картошку в нем носить. Итак, что нужно сделать? Подпишитесь на канал French TV. Подпишитесь на канал Дмитрия Дубилета. Все ссылочки для этого будут в описании. А также под этим видео обязательно напишите комментарий. Какой? Да пофигу. Любой комментарий напишите. Хоть 100 комментариев напишите. Самое главное, чтобы они были осознанные. А не просто набор букв. Интересные. Начинайте общаться, обсуждать все, что вы услышали в этом интервью. И мы ровно через неделю случайным образом выберем автора комментария и вручим ему вот этот подарок от нас и Дмитрия Дубилета. На этом все. Увидимся с вами ровно через неделю. Это French TV. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok